Теперь вип-терминал Международного аэропорта Сочи можно сравнить с одним из залов художественного музея. С одной стороны, посетители приветствуют символы Олимпийских игр – зайка, мишка и леопард, рядом со склона и желоба спускаются спортсмены. С другой стороны, перед зрителями открываются горные пейзажи, достопримечательности и красоты нашего края. Кстати, это уже четвертая экспозиция, которую развернул на своих площадках Международный аэропорт Сочи. Это особенная выставка, она особенная потому, что я считаю, что здесь, наверное, как нигде и как никогда, я чувствую искренность и честность людей, которые делают свои работы. Во-первых, чтобы их смочь сделать, им пришлось преодолеть достаточно многое, и они не могут ничего придумать, они пишут то, что думают, и рисуют то, как они думают. И когда я смотрю на эти картины, они все очень позитивные, и они дают свет и надежду. И таких уникальных детских представлений о мире в зале представлено более 30. Картины выполнены маслом, гуашью и акварелью. Авторам этих произведений от 13 до 40. Это воспитанники и преподаватели Центра социальной реабилитации Инваакадемия. Мы подобрали тематику, которая, с одной стороны, характеризует наше отношение к этим паралимпийским играм, с другой стороны, мы хотели показать Кубань, мы хотели показать свою жизнь в этих работах. Эта выставка стимулирует дальнейшее творческое развитие наших детей и даже является неким этапом в реабилитации. У каждого автора свое видение мира, но цель у художников едина – привлечение внимания общественности к проблемам лиц с ограниченными возможностями. Причем каждый художник, имея свои ограничения, подчеркивает, что возможностей у них может быть больше, чем у здоровых людей. Так слабослышащий Иван Логинов открыл себе талант к иконописи. В свои 22 он уже написал 8 образов святых. В последнее время я написал в Аламовскую икону Божьей Матери. Перед последней иконой Крест после распятия Христа. Когда человек чего-то теряет, ну теряет, например, возможность двигаться или возможность слышать или видеть, он ничего не теряет. Он в подарок взамен получает дар, талант. Он получает, да, взамен этого возможность реализовывать свое искусство, показать свое мировое зрение и как они видят свой мир. Ежегодно в Академии проходит реабилитацию и обучение более 600 детей с нарушениями развития. И за 20 лет существования центра в России и за рубежом было проведено больше тысячи подобных выставок. Генеральным партнером организации является фонд Олега Дерипаска «Вольное дело», который реализует благотворительные программы и проекты. Кстати, помимо картин дети представляют и прикладное творчество, вышивают, лепят и даже изготавливают фарфоровые статуэтки. Экспозиция в ВИП-терминале аэропорта будет представлена до 17 марта. В ближайшие дни такая же выставка откроется для гостей Паралимпийской деревни. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.